На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Где по православному учению у человека находится душа? В сердце? В крови? Или где-то еще? Нужно заметить, что подобного рода блок вопросов имеет очень сильное сослагательное наклонение. Что мы здесь имеем в виду под термином «душа»? Соответственно, из ответа на этот вопрос мы получим целый ряд мнений святых отцов на сей счет. Потому что, да, действительно, некоторые авторы считали, что душа сконцентрирована в некоем определенном месте. Но если все-таки мы обращаемся к тексту Священного Писания и смотрим на первые главы книги «Бытия», то там мы видим, что принципиальным отличием человека от всех остальных живых существ является наличие в нем души не просто как некой ей животворящей силы. Например, Ветхий Завет ассоциирует эту силу с кровью. И поэтому говорит, что душа животного в его крови. Поэтому, например, да, Писание запрещает употреблять кровь в пищу. Но душа человека совершенно иная. Она является дыханием Духа Божия, да, вот этим вдохновением, которое осуществляет Бог, после которого человек из праха земного и становится, собственно, душою живою, о котором мы можем говорить как о образе и подобии Божьем. С этими категориями, да, более не соотносится ни одно из творений. Даже ангельские чины, например, да, ну вот в том объеме, в котором мы о них что-то можем сказать, да, в Священном Писании, например, нигде так не названы. Хотя при всем при том, так же, как и человек, являются разумными силами. Поэтому душа наша, да, будучи вот этим самым дыханием Духа Божия, безусловно, нематериальна. А ввиду нематериальности, да, мы не можем никаким образом корректно определить какое-либо ее местоположение. Да, она не связана ни с каким конкретным органом человеческого тела. И более того, в конечном итоге мы можем сказать, что человек и становится человеком только на моменте вот этого вдохновения, которое осуществляет Бог. То есть наше разделение человека на душу и тело до определенной меры и степени спекулятивно. Человек важен именно в целостности. То есть вот в этом единстве телесного и духовного он и является человеком. Собственно, именно поэтому церковь и настаивает, например, на всеобщем воскресении мертвых. Что мы не просто продолжим свое существование как некие свободные от материи духи, но будем возвращены Богом в нашу им задуманную искомую целостность. И в ней продолжим существование в мире, где уже времени не будет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...